Всем большой привет! Из вкусного, полезного Прованса вы на канале Жизнь Сибирячки во Франции. Что я здесь творю? Я сделала рецепт, записала рецепт халвы без сахара. Просто обалденный рецепт, я обожаю этот рецепт, немного с гималайской солью. Все самые простые ингредиенты, можно разнообразить так вы хотите. Поэтому скоро уже на одном или на втором канале, еще не знаю на каком, потому что просят и здесь, и там. И Лена выставляет везде. Я сейчас буду убирать свою халву. У меня здесь еще остался шоколад, Александра его просто обожает, просит постоянно каждую неделю сделать этот шоколад. И рецепт шоколада, кто еще не видел, тоже на канале Худеем по-французски. Селена Франц, поэтому у нас здесь такие вкусные выходные. И нагулялись, и приготовили вкусненькое, и еще на вечер нужно что-то будет приготовить. Поэтому для меня, не знаю, для меня я могу все-все домашнее сделать своими руками. И это будет очень вкусно и полезно. Отважные дюмоны решили вечером сходить погулять. Посмотрите, какая у нас погода. Я так думаю, будет у нас гроза. Уля! Красиво, да? Вот у нас как где-то на Луне. Небо такое темное. И песок. Строительство. И там все хорошо. А здесь... О-ра-а-а-а-а. О-ра-а-а-а-а-а-а-а-а. Гроза. Ну ничего, мы идем туда, значит там будет хорошо. Там, где мы, там всегда хорошо. Поэтому все с нами. Вуаля, вуаля Алекс говорит, ты налево не смотри Смотри направо Тогда все хорошо Вот Это и есть жизнь Не смотрите туда, где плохо Смотрите Куда, где хорошо Всегда есть Чуть-чуть лучше или чуть-чуть хуже Нужно смотреть туда, где чуть-чуть лучше Тогда будет еще лучше Ягодки какие-то Недовитые, наверное Но красивые Что это там за хрюканье В кустах Еще чего не хватало Дикие кабаны какие-нибудь Жан Тандю Жан Тандю А? А? Комблика шун суваж А? А? А, петет селешь я Он говорит вот так Мы жан Тандю Они надо мной Прикалываются Представляете Ситуаки мадиши реки Ряды кашун суважда Ай, сом-то рип Он говорит Да, здесь Ужасные Дикие Дикие свиньи Водятся Дикие свиньи Они везде Водятся Я же им сказала Что дождя не будет Ветер в ту сторону Дует Он уже Все тучи Моей свекрови Согнал Вот И поэтому Влад говорит Ой, дождя не будет Я же сказала Я говорю Кто сказал? Я сказала Что дождя не будет Тучи уже ушли Вот Это мы так прикалываемся Не обращайте внимания У Димонов вечно так У Димонов вечно так Опять я всех подняла Говорю Пошлите Пошлите Пройдемся немного Что сидите Один Влад учился Потом поиграл Чуть-чуть Говорю Пойдем Мозги проветришь Александра тоже Говорю Хватит работать Пошли У меня последнее время Такой принцип жизни Я каждое видео Вам рассказываю Про наши принципы жизни Но может быть Кому-то поможет Надо в день Сделать Что-нибудь Что не хочется Вот Вроде вы считаете Что это нужно сделать Но вот так Не хочется А нужно Каждый день Себя чуть-чуть Преодолеть И потом себе Сказать Какой ты молодец Вот например Скажу Вот я хожу Гуляю 20 минут В день От одной остановки До другой Когда можно будет гулять У вас А вы скажите А сегодня я пройду Три остановки Ну не хочется же Не хочется Иногда А вы сделаете И вот Потом Каждый день У вас будет Маленькая победа Здорово Да Поэтому можно жить Каждый день С маленькими Победами Я вот например Мне тем летом Не очень было хорошо Я в обморок Даже упала Но я знаю почему Но я все эти Панические Атаки Все эти страхи Переборола И теперь Даже когда чувствую Что Страшновато Где-то внутри Я себе говорю Иди Иди Упадешь Кто-нибудь Поднимет А если Организму Скажешь Ну и падай Фиг с тобой Падай Он же Такой хитрый Он же Вас просто Напугать хочет Он скажет Да сама падай Мне и так хорошо Я дальше пойду Так что Идем дальше Мы нагулялись Вернулись домой И нас здесь ждет Вот такой Прекрасный Киш Все уже готово Поэтому Мы Ужинать Всем прекрасного Аппетита Кто обедает Или ужинает А может быть Кто-то завтракает Хотела вам показать Мои фиалочки Всем спасибо Кто написал Что все-таки Это фиалки И вот Первые уже Распустились Но их там будет Очень-очень Много Посмотрите Когда все распутятся Я вам обязательно Покажу Эту красоту Потому что Здесь одна Будет такая Фиолетовая Шапка Кстати Напишите в комментариях Кто любит Фиолетовый Такой цвет Я просто Обожаю Вон они Они там Малютки Спрятались Дня два назад Под видео Развернулись Поле Насчет Масок Медицинских Масок Хирургических Как нужно их носить Мнения разделились Кто-то сказал Что нужно носить Вот этой светлой стороной Внутрь Кто-то Сказал Что голубой стороной Вовнутрь Почему Даже девочки Мне прислали Различные статьи В одной статье Говорит так В другой статье Это говорит так Я подумала Логически Как Наверное Скорее всего Швея У меня тоже Возникал всегда вопрос Какой стороной Носить масочку А кто-то написал Что не важно Какой стороной Носить Потому что Защита Она внутри И какой-то слой Там внутри И поэтому Она защищает И так И так Но я посмотрите Вот Когда Ты швея То ты думаешь Где должны быть швы Где должна быть Спрятана завязочка Она должна Видите Как я мыслю Она должна быть Спрятана Вовнутрь То есть Здесь Нету Завязочки Она прикреплена Вовнутрь Значит Логически Что Мы надеваем Эту масочку Светлой стороной К себе Вот Потому что Здесь все Получается Эстетически Красиво И завязочка Не так Ну Вот Мнение Разделись Большинство Все-таки Сказали Что мы Маски Носим Правильно Что касается Второго вопроса Продают у нас маски Не продают у нас маски Свободной продажи Я пока не видела Честно скажу Ну я так как По магазинам Сильно Не жарюсь Можно так сказать То есть Мы едем Только за продуктами А специально Чтобы вот так Прям Искать маски Я вам честно скажу Я не искала Свекровь сказала Что в их аптеке Нету масок В нашей аптеке Я еще не ходила Девочки мне писали Что многие Заказали по интернету Свекровь для нас Тоже заказала По интернету То есть На себе Заказывала И нам пачку Заказала в пачке Десять штук Владислав сказал Я мало выхожу Мне тут на балконе Масок Не надо Вы правы Когда мы выходим И нет вокруг нас На народу Зачем одевать маски Я с вами согласна Лучше подышать Свежим воздухом А вот когда В общественное место Но уже приходится Потому что У нас в одной деревне Мэр Решил штрафовать Всех Представляете Всех Кто без масок Даже на улице Я сказала Что это неправильно Человек Когда идет по улице И никого Нет рядышком Зачем ему надевать маску Больше будет Микробов В этой маске В такую жару Особенно в Провансе Тридцать восемь градусов Вчера было Маски было невозможно Поэтому я думаю Что это уже слишком А вот в общественных Местах Когда очень много Народу Я спросила у свекрови Она сказала Да В общественных местах Я одеваю Но когда вот дома И когда по улице Иду Или к знакомому Которому уже встречалась Двести пятьдесят раз Вот к своей подруге Она так и ходит Клод Поэтому она говорит Ну я уже не одеваю Маску Ну вот если будут штрафовать Сто тридцать пять евро Брать за то Что ты без маски По улице идешь То это конечно Вообще уже Наглость Поэтому маски Мы заказываем пока По интернету И в магазине В каких-то Наверное есть В каких-то Нет Вот так А про швею То что я Знаете почему Потому что я вспомнила Что я сделала Небольшое видео На канале Худеем по французски Сильно на француз Чтобы немного Вас Развеселить Как я мужу Из штанов Делала Бермуда Я тут спортивной одеждой Пойду заниматься Сейчас спортом С утра пораньше И как по-быстрому Если у вас в доме нет Машинки Сделать Красивые Бермуда Или шорты Из простых Штанов Любых Поэтому кому интересно Посмотрите Я сейчас ставлю Маленький кусочек Сюда Наверное Тоже Чтобы вы Вас повеселить Всем пока-пока Я сегодня вспоминаю Диплом Швии Который у меня был Уже давно Я ничего Такого не делала Александр здесь работает Бонжулир Сава Саванс Он говорит Да Работа Тез по-французски Докторская Очень хорошо идет Ну и слава богу Знаете я что делаю У нас были Новые штаны Такие Где-то мы там заказывали Не помню Я вам показывала Или нет И Мы решили из них Сделать красивые шорты Летние И так как Лена в принципе У ней дипломы То можно Ей потрудить Смотрите Как у меня Хорошо Получилось Я бумагу убрала И посмотрите Вот здесь Все так аккуратно Вот такая ленточка И сейчас Осталось просто Проутюжить Вот так быстро Можно сделать шорты И штанов Из любых И вот Зацепите результат Без машинки Как чисто Красиво Хорошенечко прогладить Ленточка должна быть Качественная Чтоб хорошо клеилась На ленте экономить не надо И все Сейчас еще Прогладим Позовем Александр Рогард Шри Пойдет Оценит Замечательно Одевайся ябре Он говорит Все Одевать можно Вот так Девочки Машинка Не обязательно Но лучше купить Будем экономить Делать из Нелюбимых Штанов Любимые Шорты Александр смеется Он хотел Как бермуда Ну все Нормально Бермуда Домашний Куль 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 Я же вам забыла Совершенно показать Какой шикарный Подарок Сделал Лильян Своему Внуку И своему Сыну Владиславу И Александру Это Семейная Реликвия Можно так сказать Это Его Прапрадедушки Я не знаю Сколько лет Александр сказал Что там Вообще Очень старинная Это Лото Лото Что-то он мне сказал Там Я у него еще Уточню Сколько лет Оно Смотрите Его нужно Все почистить Есть конечно Уже с возрастом Немного Здесь Обиме Как говорят Французы Поломанные Штучки Он нам Сказал Что Это Какая-то Кость Но если Вам интересно Скажите Александр Расскажет Историю Этого Лото Лильян Его хранил Очень Очень Долго И не решался Никому Подарить Но решил Что все-таки История Должна Оставаться В семье У тех Кто Любит Историю Поэтому Если Вам интересно Кому Принадлежало Это Лото Или Спросим У Лильяна Когда Поедем Или Спросим У Александра Пишите В комментариях А Мои Мужчины Были Очень Очень Довольны Всем Огромное Орм 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 У А Пишите Мужчина